здравствуйте друзья две недели отсутствовали мы на нашей стройке вот это железный такой ящик не знаю как сказать контейнер в который складывают мусор а здесь на стройке произошли довольно такие ощутимые перемены особенно на глаз вот это будущий гараж связь какие материалы да вот вот такие балки вот очень красивые да как они посмотреть на них прям симпатично короче вот это наш гараж будущий фанеркой обшивают вот пожалуйста и вот туда пошло пошло это там это не все гараж не все так ну пошли смотреть что еще есть за гаражом а давайте мы пройдем через гараж из гаража проходим дверь как можем пусть так прошли ну а это будет комната здесь просторно ой просторно друзья хорошо друзья это евгений он руководит процессом и вопрос такой а вот если вдруг дожди пойдут вы скажем будет неделя сильных дождей да и нам сильно подпортит вот все открыто все это как бы то есть мы не лимитированы мы не у нас нет необходимости закрывать временно вот то что сделано каждый из этих конструктивов каждый из этих материалов он он абсолютно адекватен а вот этим дождям и так дальше я вам просто хочу сказать что относительно недавно я работал на проекте 850 этих юнитов и она длится три года и его невозможно закрыть вот эти все эти материалы они проветриваются они экспост для калифорния не абсолютно адекватно хорошо хорошо нормально допустим что нас еще может какой-то степени там беспокоить это наличие изоляции под теплоизоляции под под этим полом для этого если мы увидим прогнозы мы накроем время на этой пленкой чтобы не подмочила изоляцию да хотя она тоже она имеет вот этот слой она вот эти полы вот эти плиты они называются тень джи тонгин грув я уже не помню как она по-российски будет называться в общем короче у них есть замок который который препятствует проникновению чего-либо отлично а что сейчас происходит что они такое они часто укладываем утеплитель идут два процесса первое значит для того чтобы мы сделали в подполье или как-то до подполье будет а нам нужно привести канализацию воду урага кролл спейс называется да значит нам необходимо было открыться во многих местах до существующий пол кроме того нам нужно было делать фундамент из конструктивные элементы делать во фундамент и тоже нужен был доступ мы открыли существующий пол во многих местах мы прошли все эти инспекции необходимые для того чтобы закрыть сейчас мы делаем вот сейчас вот делается вот этот как бы фрейм делается вот этого для того чтобы мы его закрыли видите вот эти деревяшки за фрейм чего раньше не было раньше была совсем другая конструкция этих полов то есть да да мы сейчас делаем этот фрейм готовил и вон там тоже то есть в этот фрейм до закладывается утеплитель хорошо этот там где мы открылись мы его делаем используем этот утеплитель а что это за материал вот такой серебристый блестит что это значит конструкция существующая конструкция пола не позволяет идти вот с такой изоляции мы используем так называемая риджит инсулейшн но в плитах плитах жесткая и вот это фойл это это фольга которая она отражает она радиоактивную она обращена в сторону в сторону доступа тепла ее защитные свойства увеличивается когда обращена в сторону поступления тепла то есть она не только изолирует но еще отражает это отражение нанесение вот этой алюминиевой фольги с целью увеличить ее тепла теплозащитные свойства так мы выключили компрессор чтобы не шумел да да вот то что чем сейчас занимается эта команда мы делаем сейчас ну вот готовимся к закрытию пола подготовки его ну полностью к закрытию так сам изоляцию и вернее всего что в понедельник то есть во вторник после крисмаса мы это закроем и у нас будет закрыть это подполье мы прошли все инспекции вот такой вопрос вот дерево да вот я смотрю эти вот опоры им наверное лету чтобы по 70 да а выглядит в общем-то довольно неплохо и вот в калифорнии вообще так само по себе не гниет что происходит да одно из причин хорошего состояния во первых оно сухое то используем климат сухой до климат сухой два основных вида дерева которые в массовом производстве это ель даглас фир ель сосна и второе это redwood это российский типа лис нет лиственница но в россии она есть дальновосточная которая там более крепкая или этого так красное дерево здесь будем вот она redwood она и обладает секвое но нет не секвое вот это специальная по аналогии это пожалуй будет лиственница вот у нее структура такая она пропитана и иначе как бы естественным образом она пропитана смолами которые позволяют ей абсолютно замечательно держаться долгие долгие годы то есть она еще на самом деле и устойчиво против как они такими свойствами на как бы не обладает задача при строительстве уберечь здание от попадания влаги воды нужно влага и тепло калифорнийская она создает эту благоприятную среду для термитов для термитов и всяких там других грызунов вот так что да да она в некоторых местах она очень замечательно выглядит мы его сохраняем как можем вот хороший пример она срезок называется уфин да да как 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 вчера сделали а вот сколько времени займет еще чтобы подвести это так под отделку как бы чтобы чтобы уже начать отделочные работы сколько времени занимает отделочные работы по и технологические по инспекциям идут после того как сделан весь раф все все предварительные работы значит что нам нужно сделать вот допустим вот это вот вот стены вот они должны выглядеть наружные стены вот как эти которые вы сейчас показываете открытые да значит они у нас эти стады но это да да с наружной стороны это называемая о сбе это д д д д д сп но она специально конструирована она используется для шер волос шер волос это элемент жесткости и то есть вот так будет выглядеть вот эта стена после того как она сделана и и проверенные вот эти шер волос инспекция придет проверить как эти шер волос они рассчитываются и количество гвоздей которыми график вот этой установки этих гвоздей определенных она она определяет несущую способность так после того как все это проверено мы начинаем делать проводить электрику и сантехнику в этих стенах после того как она инспектирована уже тогда уже мы ставим до электрика и сантехника как бы уже сделано в стенах мы тогда ставим изоляцию и закрываем имею ввиду что в это время уже у нас конструкция крыши уже сделано и мы у нас покрыта как минимум бумага водонепроницаемая рубероид будет ну такой да и это вот в этой ситуации мы можем начать выполнять отделочные работы к делочным работам и идет вот этот сухая штукатурка до российский драйвул 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 и уже последующие дела вот так что сейчас я думаю что ну вот сейчас поскольку так вот этот предновогодние дела я думаю что мы в конце февраля должна будем куда идти к отделке да там подошел прораб со стороны этой бригады которая работает он большой специалист по вот вы видите что тут под полом делают я снимаю снаружи здание что вот это за такие красивые доски это называется паралл м пьесел это и и инженерно рассчитанное балки на клею каком-то да это 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 вот это это стружка но она не она не не то чтобы стружка она сделана виде виде ну как будем говорить это будет типа фанеры и она так ориентированно называется osb oriented странс борт и они между собой склеены вот это все склеена красивым узорчиком она даже не просто так но она как бы так получилось она не для дизайновых идей нет вот я имею ввиду с торца и она склеена в результате она имеет она представляет собой как конструктивный элемент он расчетный он достигает несущей способности которая является основанием для расчетов и у них несущая способность выше чем у естественных пород деревьев да то есть это называется лучше чем настоящий да то есть по несущей способности они абсолютно гораздо во много раз при ужин и когда а а а а